Полтора года назад для коренной химчанки Марии Постольниковой жизнь разделилась на до и после. Мобилизовали ее мужа, и женщина не смогла остаться в стороне. Помогать военнослужащим стала главной заботой в ее жизни. А личная инициатива отправить на фронт несколько коробок с вещами превратилась в крупный проект «Ангелы фронта», благодаря которому тонны гуманитарной помощи ежемесячно отправляют в зону боевых действий. Я объединила неравнодушных жен и стали помогать. Когда-то у нас начинало три человека, теперь мы достаточно большая организация и известная. Уже мы вышли за рамки Подмосковья, работаем с регионами Воронеж, Иваново, Тула и помогаем нашим бойцам на фронте. Мы, во-первых, доставляем точную помощь, то есть мы не просто куда-то отвозим и где-то оставляем. У нас четкая работа по заявкам. Ребята, командиры направляют нам свой список того, что им необходимо. Соответственно, мы это собираем, закупаем, просим спонсоров. Все это собирается, грузится в машину, отвозится, из рук в руки передаем. Огромное спасибо неравнодушным жителям нашего округа. Они очень большую оказывают помощь. Также администрация нашего города. Но и все люди неравнодушные. Сегодня «Ангелы фронта» отправляют несколько машин с гуманитарной помощью ежемесячно. Продукты питания, генераторы, дроны, обмундирование, маскировочные сети и многое другое. Но когда-то все начиналось с малого. Теплые вещи, средства гигиены, медикаменты. Самый первый день мы связывались со своими мужьями и спрашивали, что им нужно привезти. Потому что их забрали, соответственно, они ничего не закупили. Не было никакой экипировки, которая нужна была, начиная с тех же самых ножей, фонарей, спальников. Им этого ничего не выдавали, пока они были на слаживании. Начиналось все с маленького. То есть мы отвозили сначала форму, трусы, носки. Сейчас мы уже возим технику. Мы очень долго сидели, думали, как нас назвать, когда это все начиналось в далеком 2022 году. Я позвонила одной из своих знакомых, говорю, придумай название. Группу как-то нужно назвать, потому что нас уже осталось больше 10 человек. Я говорю, как-то нужно обозвать и создать хотя бы в WhatsApp какой-то канал. Может, ангелы будете? Я говорю, ну, давай будем ангелами. Вот так и прижилось. У нас есть свой логотип, свои шевроны. Ребята ждут, когда их мы привезем. Еще сейчас новое. То, что бабушки у нас стали вязать чебурашек маленьких. Это как талисманы для ребят. И они их очень ждут. Сегодня ангелы фронта на особом счету у администрации города. Женщинам помогают и с транспортом, и по хозяйству. Я им очень благодарна, потому что они мне помогают машинами. Чтобы понимали, сначала я начинала ездить на легковых машинах, теперь я отправляю уже полуторатонники. Собираем, причем машины, двери иногда не закрываются. Как впихнуть, не впихуем. И спросите у меня, как сыграть в этот тетрис. Как можно все расставить, чтобы и не побилось. И все в целости довезлось. Администрации огромное спасибо. Они очень помогают и взаимодействуют. Во-первых, они всегда, в любое время, когда бы я ни позвонила и сказала, когда мне нужна помощь, они очень оперативно реагируют. Вплоть до того, чтобы тумбочку собрать. Они приходят, помогают. И депутат наш Химкинский помогает. И вот Хан Аглы, депутат, закупал весной ребятам обувь. По запросу отправляли, отвозили. Так что большое спасибо. В тесной связи Ангелы фронта и с химкинскими волонтерами, которые также никогда не откажут в помощи. Я с ними познакомилась, теперь до сих пор с ними дружу. Им очень благодарна. Большинство волонтеров, кто старички, знают меня в лицо. Мы с ними участвуем в различных мероприятиях. И когда бы я ни позвонила, к ним не обратилась за помощью, они всегда на подхвате. То есть они помогут и машины загрузить, и помогут, если кому-то нужно прийти с помощью, то с тем же самым ребенком посидеть. Поэтому они очень большие молодцы, они делают очень большую работу. Ангелы фронта существует уже полтора года. Вместе с ростом числа участников фонда крепнет и убеждение, что жены военнослужащих занимаются самым важным делом в их жизни. Почему для меня это важно? Ну, потому что это моя страна, моя семья. У меня там нет чужих, своих. Мне кто-то говорит, что ты только своим любимчиком возишь. Я начинала с одного взвода, сейчас у меня четыре полка. Запросов не стало меньше. Самое главное даже не то, что мы привозим технику, либо какие-то необходимые вещи. Важно тепло из дома. Вот именно тепло обнять, приезжать, сказать, что здесь все хорошо, ждут. Вот это реально для ребят очень важно. Каждая собранная посылка, каждая отправленная машина гуманитарной помощи укрепляет веру Марии Постольниковой в то, что это приближает день, когда ее муж вернется домой. Что уже совсем скоро ее волонтерская работа 24 на 7 обернется обычными домашними хлопотами. Я считаю, что предназначение женщины в том, чтобы сохранить очаг, семью. Это самое ценное – уважать память, беречь ее. И женщина – она просто мать. У нас есть родина-мать, есть жена-мать, мама просто. Ну, это все. Наверное, в слове «мама» заключается все ключевое слово. Я очень счастливый человек. Женское счастье – это чтобы все твои родные и близкие были рядом. Вот это самое счастье большое. Неважно, ссоримся, ссориться, не ссориться. У всех есть и семейные проблемы, и какие-то бытовые проблемы. Но главное – просто быть рядом.